Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы попробуем Gunfire Reborn. Только я немножечко подрегулирую звук. Вроде нормально. Вот так вот. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вроде все хорошо. Итак, что у нас имеется на данный момент? Суть в том, что я играл в эту игру достаточно давно, в Early Access, до того момента, как она вышла в первый релиз, полноценный релиз, как это можно назвать, версию 1.0. Вот. Наиграл достаточно много, мне она очень понравилась, и написал рецензию, в общем-то, на нее. А потом узнал, что выйдет DLC с двумя дополнительными персонажами, и поэтому я решил вернуться к ней. Ну и тем более, что Gunfire Reborn является частью тех кооперативных игр, которые мне нравятся, которые я считаю действительно кооперативными, и в чем-то похожими на Love for Dead. Ну, развивающими идеями. Идея Love for Dead. Ну, конечно, Gunfire Reborn немножко другое, но тем не менее, это отличная пострелушка на четырех человек, в которой нужно работать вчетвером. Ну, втроем, вдвоем и так далее. Хотя игра, конечно, позволяет тебе играть и одному. Что и доказывают всякие соло прохождения. Тут нету таких злобных тварей, которые ваншотить тебя даже на низком уровне сложности. Тут просто все стреляют в тебя. Так что, можно сказать, это в какой-то мере больше относится к Killing Floor или Borderlands или что-нибудь в этом роде. Так что, так, ну давайте посмотрим для начала, что это такое вообще. Итак, ну суть в том, что мы находимся в какой-то таверне, где начинают путь свои герои, которых на данный момент уже накопилось порядком. Вот, давайте начнем с тех, которые были с самого начала, а потом мы все равно вернемся к этим. То есть у нас есть собачка, которая мочит врагов по-македонски с двух рук, котик, кидающий гранаты и напирающий на элементы, там, птичка, который мочит вблизи, снайпер, леопард, зайка, шпуняющая всех дальнобойными мечами, черепашка, это черепашка и обезьянка, это последняя DLC, то есть предпоследняя DLC. Черепашка, значит, это тоже воин ближнего боя, насколько я помню. И обезьянка, я ее пробовал, но уже забыл о чем. Собственно, лисичка и сова, ай, подождите, 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 я не прав, черепашка, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот, все это, оно по DLC было, по допам было добавлено. Как бы, героев, видите, достаточно. И мне кажется, что все-таки, ну, разрабы немножко не рассчитали интерфейс, как бы, вроде как, видите, все можно менять, вот, но при этом уже немножко теряешься, потому что их дофига и больше, если бы был какой-то пул просто, или вот такой вот полуокруглое меню, которое можно было выбирать, то это было немножко удобнее. Но вот они просто расширяют то, что уже было. Стрелки, конечно, позволяют это делать, но вот так вот кликать, это не так весело. Ладно, котик это был самый дефолтный персонаж, поэтому давайте на его примере разъяснять, что там у нас. Каждого есть по здоровью, щиту и скорости передвижения. Надо предсказать, что игроки, то есть персонажи здесь двигаются очень медленно, вот, но это потом исправляется с тем, что вам дается дополнительные рывки, там оружие немножко вас ускоряет, может ускорять, а может замедлять, вот. Да. И у каждого персонажа есть по две особенности. Вот, например, у котика дымовая граната и энергетический шар, который связывает окружающих, немножко их задерживает. Ну вот, обездвиживание и урон. А также дымовая граната, которая коррозийная, элементальный урон создает. Вот. Также в процессе, в процессе развития можно прокачать вот эти вот пять трейдов, которые увеличивают силу персонажа, ну и, собственно, упрощают игру. В процессе игры есть также вот случайный подбор. Помните, как в Героев третьих были вот эти вот на выбор, когда ты поднимаешь уровень, тебе на выбор выдается несколько скиллов, один из которых ты можешь выбрать. Собственно, здесь на определенном этапе ты можешь найти сундук, в котором находится кубок, дающий тебе рандомное умение. И вот у каждого из них есть по три, по три или по одному апгрейда. И тут, собственно, ты пытаешься как-то так увязать это с тем, что у тебя какой инвентарь ты получаешь в игре, и двигаться дальше с этим. Все это рандомизировано, так что, может быть, это было несколько трудно вначале понять, как это можно реально какую-то стратегию развития персонажа сделать. Но, тем не менее, даже с такими фишечками получается делать прикольные билды. Ну, это даже здорово, когда получается билд, который ты заранее задумал. Давайте котика возьмем, потому что он стандартненький. Дальше. У нас есть таланты. Вот это все, это относится ко всем персонажам. И вот тут как раз-таки только на каждого героя есть различия. То есть пять талантов, которые можно дополнительно развить на персонажа. Получается, что вот сколько у меня, сто восемьдесят восьмой уровень, что за вот эти вот спиритуальные деньги, которые ты получаешь за прохождение уровней, ты можешь прокачать что-то из вот этого древа. Ну, как бы так, у меня была цель в определенный момент, и я докачался. Вот. И какое-то время еще выполнял ачивки, поэтому мне было достаточно этой спиритуальной, духовной валюты, чтобы закачать еще новые героя. Ну, хотя там всего там по чуть-чуть получается. Всего пять умений каждого. Так что я буду выходить с полным набором. Вот. Не то, чтобы тут эти умения как-то... Ну, как вы видите, здесь не то, чтобы это умение дает какое-то реальное улучшение твоих скиллов. То есть, оружие, оно дает только шанс. Да, здесь вот увеличение времени там до смерти, плюс жизни и все такое. Но... Ну, да ладно. Это действительно сильно облегчает жизнь. Навыки тут... Да. Ну, качайтесь. Надо качаться. Вот. В справочнике можно найти информацию о том, какие монстры встретятся на вашем пути. Вот. У меня как-то все раскрыты. Только последние, потому что я их еще не победил. Полярная владыка это из последнего мира. Это, наверное, то, что добавили. Вот. Оружие всякое. Посмотрим на гранатометы, энергетическое, ближний бой. Вот у меня все хорошо. Вот. Оккультные свитки у меня что-то не все. Свитки это такая штука, которая собирается в неограниченном количестве. Правда, их все равно ограничено выкидывается за прохождение. И именно с ними возникает интересная синергия вот тех качеств, которые есть у персонажа. Тех навыков, которые ты выбираешь ему. И того, что ты получил через свитки. То есть, может быть отличные такие варианты, когда у птички... Классно. Птичка удваивает свой щит за счет здоровья. Но она этот щит за счет навыков очень быстро восполняет. И ты буквально как Рэмбо, ну или не знаю, там Берсерк, вносишься во все... Во всех врагов для того, чтобы быстро их убивать с ноги. И тем самым быстро восстанавливать щит. И никто тебе не может ничего противопоставить. Так, редкие. Что ж у меня не открыто-то? Убить денежный дракон в элитном режиме. Элитная маржа. Док зонтик. Что-то такое. Это какие-то новенькие, скорее всего. Дон денежный дракон опять. Интересно. Но это не принципиально. Благословение духов это что-то новенькое, по-моему. Я вообще не понимаю, что это такое. Но, видимо, это наши китайские друзья или откуда они там. Вместо того, чтобы делать что-то вроде ДРГ, где можно миссию отдельно выбирать. Они пошли в другом направлении. Вот. У нас есть главное привлечение. Которое ты собираешь эту команду. А потом они добавили испытания. Где ты в одиночку что-то с особыми мутаторами пытаешься пройтись. Пройти. Ну а затем самое последнее. Какое-то безумие духов. Что это такое. Где ты что-то вот такое выстраиваешь себе. И что бы это было непонятно. Ну, должно быть... Это должно быть что-то интересное. Но я абсолютно не понимаю, что это такое. Если бы я понимал, что это такое. Но я и не понимаю, что это такое. Вот. Давайте разбираться вместе. Я попробую, наверное... Так. Котика. Собачка. Драчка. Забиячка. Так. Что у нее за фишечка? Давайте выберем какого-нибудь персонажа. Итак. За каждый 50 плюс 15. К максимальному. Ага. Так. Двойника. Я хочу, чтобы им попроще. Попроще. Давайте это вот. Он бьет и... И бьет. Вот. Восстанавливается один брони. Урон. Ага. Давайте птичкой. Попробуем испытание. Чисто для того, чтобы посмотреть, что это такое. Выпадают кристаллы. После поднятия кристалла. То есть надо поднимать кристаллы, чтобы... Ну, походу, я правильного героя выбрал. Вот. Вот. Значит, у товарища... Вот. Это главная фишка, что он... Что тут всего два рывка. И они достаточно медленно восстанавливаются. То есть если ты пропустил удар босса, то может быть плохо. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот наши трейды, которые мы выбираем в случайном порядке. Ну, допустим... Каждое... Давайте вот это вот... Будем... Это на крылья, да? Давайте вот это вот интересно. При попадании по врагу... Вот это вот... Это у нас... А я как-то еще не отвык. И второе оружие... Допустим... Нет, давайте вот это вот... Тоже не ахти, по-моему, не сильно годится. Но можно переработать оружие, чтобы... 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 Были деньги. А деньги здесь у нас важны. Не только это... Психо, что-то там сила. Угу. 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 вот тут видите есть три оружия но вообще непонятно кольцо звезд что это такое интересно ладно я попробую пострелять из него если это можно просто назвать пострелять сразу же сразу же есть такие сундучки в разбитых черепках содержатся бонусы для возможности там ударить крылом или кикнуть ногой и так далее типа расход на материалы периодически будут встречаться такие хитрые красные сундуки попу и вот свитки дальше каждое оружие улучшается по ходу действия ходу игры то есть немножечко улучшим потерял деньги можно улучшать одно оружие можно улучшать 2 неважно у вас всего три варианта ну и собственно денег может быть не хватать ни на что так и придете вот эта птичка она такая быстрая ловкая это сейчас оружие ближнего боя какой-нибудь они вот это все но пока надо работать с тем что имеется поднимите меня пожалуйста дай мне кристалл ты от него тебе от него плохо видишь не умираешь так интересно прикольно так что это у нас это хорошо это и зря вот так вот конечно хорошо но блин это и 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 идея и и и его и и и и и и А вот у нас эти сокровищницы. Ах, как приятно. Да, если мне тут логима тяжелую. Давай, сейчас что-то будет. О! Демон. Сейчас меня, наверное, и убьют. Обычно. Да, ну вот. Меня убили, потому что неудачный набор. Такое бывает. Если бы дали какое-нибудь оружие ближнего боя, ну это уже, это уже, это уже было бы что-то. Так. Давайте начнем что-нибудь из разряда приключений. Приключения с каким-нибудь... Каким-нибудь зайкой. Нет, зайка не надо. Давайте. Я вообще не знаю, что тут такое. Проныра, Проныра. Вот последнее. Что я тут? Мастер свитков. Непонятно. Давайте. Давайте. На элите. Подбор. Посмотрим, что у нас с онлайном. Угу. О! Смотрите, кто тут даже есть. Прекрасно. Я готов, если что. Какой? Элита, да? Угу. Угу. Кто-то есть. О! Хорошо. Новенькая, да? Она с этим... С типа с ботом. Это, наверное, что-то такое из Overwatch. Ну, все, на троих тоже. Тут фишка такая, что если ты не присоединился в начале игры, то, в общем-то, ты не можешь зайти в уже идущую сессию. Потому что разработчики почему-то не смогли придумать. Ээээ... А что значит не готов? Почему это не готов? Готов я... Что за фигня? Давайте. О! Еще раз! Давайте. Да, потому что разработчики по какой-то причине сумели придумать, как подстраивать баланс, если кто-то уходит из игры, но не придумали, как подстраивать баланс, если кто-то присоединяется к игре. Это очень глупо, но с одной стороны, да, логично. Как бы вы... Вот, глупо, не глупо, но да, как-то получается, что... Ну, в общем, неудобно, по крайней мере. Так, что-то у нас... Давайте я возьму... О, точно я вспомнил, что это за... Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok это по моему просто и сложно все-таки поднять ну давайте попробуем интересный нет пойдем нет а потом можно продать он то есть получается так что свиток виден тебе но если ты поделишься свиток или оружие виден тебе просит поделишься то он будет виден и остальным как вы видите уровне создаются из из мини-карт таких вот мини-арен но но Так. Давай. 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 Так. Так. Получение координат. Что-то. А давай вот это вот. Понятно. Пойдем посмотрим. Что-то у нас непонятно, но очень интересно. Что-то там. А типа на выход? Мы пойдем на выход. Нет, что-то показалось, да? Бывает. Все готовы. Пойдем. Ну вот у нас есть какое-то время. Почему? Ну вот у нас есть какое-то время. Ну, что-то. А? Какая-то. Что-то. Что-то. Что-то опять. Ну ладно, давай. Что-то у нас такое? Вон поджога. Ладно. Прям вот хочешь вот так вот, да? А потом... Что-то интересное. Ну, давайте посмотрим. Поднять. Я не понимаю, что это пока что, но тем не менее давайте попробуем. Как тут обозначать? Хей. Хорошо, обновить. Ты не хочешь это самое? Как там было настройки? Мощь, клавиатура. Рывок, навык. Отметка В. Окей. Нет, торговец. Ты же все пропустил. Вот этот... Сундук, да. Давайте обычный свитик. Я готов. Ну, такой себе, конечно, да, тем не менее. Ты же там. Ты же там. Ну, такой себе. Ты же там. Где ты, блин? Руки. 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 Вот это оружие очень интересное против босса, потому что она убьет по слабому месту. А давайте попробуем так. Какая-то забавная штука, конечно. Эм... Угу. Пойдемте. Нет, это не мне. Поднять давай, да. Ну, я вижу, ты пытаешься убежать. Может и не надо. А, какой интересный друг. Ну, ты пропустил свиток. Ты сам виноват. Да, давайте. Хорошо. Мне нравится. Она тоже смотрит что-то, видимо. Это очень сложный вопрос, где же я нашел. Пойт-по лодку. Да. Пойт-пойт. Пойт-пойт. Пойт! что-то я нанава раз это самое вот да да а кей покойцы в гиме за свой план ладно хорошо дам счет места не знаю сейчас один момент иди забирай нравится? любишь? а 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 Ну что, прикупить вещички, посмотреть, что тут есть. Хорошо, так, сейчас травану, травану и последнее. Ну давайте попробуем. О, каковый чувачок. Тут два варианта, либо такой каменный монстр. О, каковый чувачок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изи. Ну когда ты первый раз играешь, ты вообще не понимаешь, что нужно делать, как нужно делать этот... Что это такое, падение силы звезд? Фух. Без понятия вообще. Кирпич. Интересно, посмотри, может быть, у тебя что-то интересное из этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Продаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем Покажем Крпич Явно это не мой уровень Куда ты пошел? Куда ты побежал? Тормление давайте, да Тут же сокровищница еще была Ладно Терски быстро Как понос резкий Обезьян Крпич 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 Запомните что это такое какое-то новое оружие походу вот как раз нельзя так быстро там что-то наверху ничего интересного прикольно обновить не дает просто не дает что я продаю нашел что-то интересное и и и и и и и и и золотой кирпич прикольно прикольно и 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 нашел я не нашел хорошо и 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 потом что у нас такое очень хочется взять и кабанчик забавная хрень я подержу у себя а блог 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 а вот ты где спрятался интересно что то у меня оккультные свитки двойного расхода еще быстрее выдвигается а то есть вблизи надо убивать давай выводи нас отсюда это что такое то что до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересная придумка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Интересная штука Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 одно ну ты дурашка конечно или это такой бонус непонятно давайте посмотрим так давайте посмотрим ладно 666 надо восстановление обидно обидно ладно понеслась вот это вот мне вот один из этих монстров тут либо подземный черк либо вот этот ветроносец и и ай 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 вот это вот было не очень классно ну что ж ты так молодой человек вот эта сложность в том что вот кооператив скорее на боссе возникает не понимаешь как что это просто такая на уровне на уровне чуть-чуть чуть-чуть и все как бы такой китайский способ привлечения к игре но нормально немножко там однако вели так как тут вот такая вот игра получилась и в качестве альтернативы я наверно попробую вот это безумие духов сыграть поменять героя этого котика которую читаетом заполнила чай запомнил и это будет последняя игра в этом скалы ну пускай скалы если кто-то тут еще жив скалы это считается японщина тут такой интересный момент что первая карта это под терракотовая армия китайщина такая дальше это какие-то бандиты мексиканщина из пустыни из пустыни третий это ну третье это под японцев сделано а это типа волны такие что это значит а оружие может только когда нет или это изначально так не работает нифига не понятно но очень интересно что в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, давайте ДimaTorzok Да, все-таки, мне кажется, это круговая мочиловка Субтитры сделал DimaTorzok Чем-то, конечно, род не сгибинь полу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот Вот так вот становиться конечно с боссами вот эта фишечка супер с боша но смысле супер то что закончилось с боссами эта фишечка она напрягает потому что сделано все там вот по миллиметражу ты бы не успеваешь любую что-то еще так и это очень сильно причине страдания поначалу когда ты не понимаешь как играть вообще в эту игру и собственно собственно да она поначалу кажется непонятно когда еще приключение она идет сквозь четыре мира вот как я уже говорил китай пустыня японии и потом какая-то заснеженная россияния сахалин и ну как бы так поначалу ты вообще только в этом китайской мире находишься и тебе кажется что игра какая-то странная потом проходишь до второго там застреваешь на боссе потому что ну нормально проходишь до босса босса вроде как несложное если ты научился его играть с ним играть но тем не менее вот это главное твой противник ну и так далее как бы так что мне мне сказать что игра нравится это да это да но в ней есть нюансы есть нюансы которые могут вам не понравится вот а в целом весьма весело как бы единственное что он начале нужно на тренировать героев а потом уже можно рассматривать таланты то есть не таланты а то что вот как раз таки открыл этот начали на апгрейдится а а потом уже можно разбираться что там у героев за фишечки профессионально чтобы потом выходить на приключение какого-нибудь возрождения седьмого уровня бомба тут интересно прикольно в общем игру я вам показал по большому счету она вся такая вот такая вот такая это азиатская такая и это есть ней шарм которого нет в классическом западном геймдеве и так что так что присоединяйтесь если что я готов поиграть игра веселая и требует там какого-то скилла все-таки хотя поначалу она медленно но ты разгоняешься и становиться все на свои места вот как то так так что на сегодня все спасибо что были со мной прослушали этот достаточно полусобранный рассказ и если вам все таки понравилось хотите чтобы я еще что-то делал лайки шары комменты донаты все что в ваших силах возможностях и и на сегодня все одесс товарищи до следующего до тихо ты блин уже путается язык до встречи в этой игре или в каких других все пока